Тетрадь вторая Тетрадь вторая Тетрадь вторая Я в некотором недоумении и в крайнем любопытстве сел за стол, придвинул чернильницу и проверил гусиное перо на остроту. Не впервой. Сколько этих перьев я заточил в прошлых своих путешествиях? Готовы? Да, ваш русскоруде. Пишите. Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышления. Воля. Первый мой выстрел. Уже не воля. Шторм. Смерть. Что оставляю вам на размышления? Написали? Точно так. Суворов взял листок, помахал им, чтобы высохли чернила, и вложил в пакет с другим письмом. Это было письмо главнокомандующего Южной армии генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина к начальнику крепости великому сироскиру Айдазле Мехмедпоше. Вернее, не письмо, а ультиматум о сдаче крепости. Не удивляйтесь, что, по вашему мнению, записка написана необычно. Так писали в те времена старорусским алфавитом. Кстати, эта знаменитая записка, написанная мною собственноручно, хранится в Центральном государственном военно-историческом архиве за номером 353. Можете сходить и посмотреть. Ответ Мехмедпоше пришел вечером следующего дня. Паша заносчиво отвечал. Скорее, Дуная остановится в своем течении, и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. Суворов утром собрал военный совет. Сегодня молиться, завтра учиться, послезавтра победа, либо славная смерть. Так участь Измаила была решена. И все генералы единодушно поддержали решение командующего. Штурм и немедля. Все эти дни и ночи продолжались учения. Солдаты учились преодолевать овраг ров с помощью фашин — умное изобретение. Сплели из лозы широкие щиты, скидывали их в овраг ров и по ним перебегали на другую сторону. Соорудили высокие лестницы и тренировались, кто быстрее поднимется на стену. За оврагом насыпали высокие земляные валы, на которые солдаты учились подниматься как можно быстрее. И всюду появлялся Суворов. Примером и словом подбадривал и обучал своих солдат. — Тяжело в ученье, легко в бою! — слышалось в рядах гренадеров. — Больше пота, меньше крови! — звучало в рядах охотников-ягерей. Вечерами, сидя у костров, вспоминали Россию-матушку, свои деревни и города, своих матерей, жен и детишек. И вот видится одному солдату домик в три оконца, а на заваленке сидят сыновья и дочки. Мало-мало-меньше. Младший так и ногами до земли не достает. Машет босоногими ножками. Старший семечки лузгает, в кулачок прыскает, когда мимо дома девицы с парнями гуляют. Молодому грезится хата беленая, и мама в окошке рядом с геранью. Глядит печально, ждет, не дождет сыночка с войны. Да и после войны еще долго ждать будет. Возможно, и отпустят в короткий отпуск, к дому побывать, матушку навестить, женой обзавестись. Уж если забрали в солдаты, в рекруты, то и служить приходилось всю жизнь. Оттого и печаль в глазах. А солдату с окладистой бородой представляет стол в избе. За столом сыновья подросшие. Жена у печи чугунок со щами достает. На столе каравай, квас в крынке, крепкие стручки лука зеленого. По случаю воскресного дня берестяная салонка с солью. Каждый день соль на столе держать дюж дорого. Все-то ладно в доме. Сыновья на радость выросли, рукастые да сметливые. Эх, разбить янычар поскорее, да дом побывать. И запели солдаты свои нехитрые походные песни. И разносятся голоса над долиной, над Дунаем. И сплетаясь с дымом, уносятся вверх к звездам. Ча взгрустнул, ваше благородие. Я не заметил, как на бревно, на котором я сидел, присел Прохор. Песня грустная. Так у солдатов короткий отдых других не бывает. Служба, ваше благородие, занятия не из веселых. Подожди немного. Александр Васильевич непременно стребует срок службы с пожизненного до двадцати пяти лет сократить. Для начала. Эх, ваше благородие, кадет Влад, доброе сердце у вас. Да где же это видно, чтобы об нашем брате думали. Знам дело лямку тянуть. Я тебе верно говорю, Прохор, вот увидишь. Спасибо тебе, ваше благородие, на добром слове. Ладно уж, пойду чай турецкий пить. Самовар поспел, слышишь, поет окаянный. Сидим у костра, пьем чай. Вот только почему солдаты чай турецким называют? В Турции чай еще не растет. Это тот же китайский, что и в России пьют. Скажу, не очень-то на вкус турецкий китайский чай. Солдаты хвалят, потому что они индийского или цейлонского не пивали. Неожиданно из темноты возник силуэт самого Александра Васильевича. Освещаемый неярким светом костра, Суворов стоял, скрестив руки на груди и, усмехаясь, смотрел на нас. Глаза прищурены, остренький носик вздернут. Мы вскочили. Прохор засуетился, достал кружку, сполоснул кипятком, налил чаю. Чайку, Александр Васильевич. Отчего ж, не откажусь. Да ты сиди, кадет, сиди. Суворов уселся рядом, принял кружку, отхлебнул. А скажи-ка мне, кадет Соловьев, откуда ты родом? В деревне Павшино, Московской губернии. Да не кричи так, турк разбудишь, улыбнулся генерал. Родитель, поди по военной части. Нет, отец по служебной части. Зато дедушка генерал в отставке. Эш ты, это хорошо. Служай, братец, усердно. Глядишь, сам генералом станешь. При мне вот Прохор нянькой останется. А тебя назначаю вторым знаменщиком обшаронского полка. Тогда знаменосцев знаменщиками называли. Я опять вскочил. Слушаю, ваше воскородие. Хорош чаю тебя, Прохор. Но дела. Дело время потихий час. Скажу по секрету, сегодня ночью последнее учение. Ну, кадет Соловьев, отправляйтесь в свой полк. И Суворов скрылся в темноте. У меня сердце стучало молоточками от радости. Вот это да! Эх, знал бы мой дед, кто я теперь. Знаменосец, хоть и второй. А знаменосец! Прохор счастливый от того, что снова вернулся к своим обязанностям, завернул в тряпицу изрядный кусок сала, краюху хлеба, колотого сахара и яблока протянул. Это вам, ваше благородие. Всякую свободную минуту на чай милость прошу. Спасибо, Прохор. И тут произошло неожиданное. Суровый, неулыбчивый Прохор вдруг схрипнул, как ребенок. Смахнул слезу, крякнул. Я ведь, посчитай, тридцать слишком лет в Абширонском прослужил. Начинал еще при князь Петре Долгоруком, тогдашнем командире. Под пальцахом прусак вбили, Берлин брали, австрияков били. И тогда уже не раз турок били, крепость журжу взяли. С Александром Васильевичем я уж без малу как десять лет. А пол геройский, не сумлевающий. Мне захотелось как-то поддержать, пожалеть казака. А сколько тебе лет, Прохор? Спросил я, не придумав ничего лучше. Да вот, как раз завтра шестьдесят стукнет. Ух ты! Ничего, Прохор, не подведу я, веришь? Верю, ваше благородие. Ну, ступай. Скоро учения. Слыхал, что Александр Васильевич сказал? И я побежал к беревшим в темноте палаткам бивака Абширонского полка, который заприметил еще днем. На мое удивление полк стоял в строю. В серых сумерках я рассмотрел ряды стрелков, мушкетеров и гренадеров, построенных в колонны. У каждой колонны, смею предположить, что это роты, на правом фланге стоял знаменосец и крепко держал древко ротного знамени, поставленное на носок сапога. Ветра не было, и знамена не развивались, к моему огорчению. Уж очень хотелось увидеть свое знамя. Знамя второй роты Абширонского полка. Перед полком стояла группа офицеров. Их лица закрывали поля треугольных шляп. Интересно, кто здесь командир полка? Князь Лобанов Ростовский, Дмитрий Иванович. Вспоминаю его портрет, виденный в энциклопедии, с густыми длинными бакенбардами. Но тут все офицеры были с бакенбардами. Ямочка на подбородке. Как же разглядишь в полумраке ямочку? Ладно, надо представляться. И я, чеканя шаг, подошел к офицерам. Позвольте, доложись! Начал я, ни к кому не обращаясь. Все разом повернулись в мою сторону. — Это что еще за явление? — спросил офицер словами Суворова. Тут я понял, что это и есть полковник Лобанов Ростовский. — Позвольте доложить! Кадет Соловьев направлен командующим вторым знаменщиком в Абширонский полк вашего высокоблагородия. — Так-так, — протянул полковник. — Становись к знамени. Когда рассветет, тогда рассмотрим, что за знаменосец си объявился. А сейчас недосуг. Вот-вот учения начнутся. И, чуть повысив голос, приказал. — Налево! Вперед! Марш! Шире шаг! Так я стал знаменосцем второй роты и гордо вышагивал рядом со старым знаменосцем, от которого скоро приму знамя. Вы верно удивитесь, почему учение вдруг ночью? Для конспирации. Чтобы турки не догадались, что солдаты учатся штурмовать вал, ров и взбираться по лестницам на стены. Абширонские стрелки выдвинулись на позиции. Нам выпала особая честь. По плану Суворова, Абширонский полк вместе с белорусским егерским корпусом и фоногорийским гренадерским полком занимали первую линию правого крыла предстоящего штурма. Наша задача — первыми продвинуться к земляному валу и ружейным огнем поражать врага, не давая ему вести прицельный огонь по наступающим колоннам, переправляющимся через ров и вал. Мы так и сделали. Быстро и тихо вытянулись в линию вдоль вала. За нами побежали солдаты. И вдруг — «Отставить!» — командует Суворов, появляясь на вале. — Негоже, как стад баранов бегать! К валу подбегай в россыпь! На вал лезь разом! Штыком и саблей я начаркали! Давай снова! Снова бегут солдаты. За ними следующие колонны с длинными лестницами взлетают на стены. Друг перед дружкой соревнуются кто быстрее. Тут уж и светать стало. Доволен командующий. Научены солдаты. Велел отдыхать, да к вечеру готовыми быть. Сабли наточить, ружья приготовить, интендантам рубахи чистые выдать, накормить всех доста, лошадей напоить. Вернулись мы к своему биваку. Костры дымят, котлы кипят, валятся солдаты соснуть часок-другой до обеда. — Ну, давай знаться, что ли? — говорит старый знаменосец, когда сдал знамя караульному у штабной палатки. Мушкетер оказался довольно пожилым и болезненного вида человеком с желтушным лицом и обвисшими седыми усами. Он смотрел грустно то на знамя, то на меня, качал головою. Кричит меня Иваном Зориным. По чину дослужился до капрала. Кадет обширонского полка Влад Соловьев. Мы пожали друг другу руки. По случаю слабого здоровья отчисляют меня. Попрошению дозволили при конях сию компанию дослужить. Дюж хочется посмотреть, как турк разобьем. Смотри же, знамя крепко держи, из рук не выпускай. Без знамени никак нельзя. Без знамени ни роты, ни полка, ни армии нет. Мы подошли к костру, где у котла хлопотал повар, мешая палкой вкусно пахнущее варево перловую кашу с мясом. — Никанор! — обратился Иван Зорин к нему. — Налей к нам кипятку, брюхо погреть. Вон, а самовар сам и наливай. Некогда мне, — ворчит Никанор. — Достань кружки. Иван налил сначала мне, а потом себе. Присели на терегу. Без строя и учения знамя у караульного держи. Такое правило. Как барабаны застучат, трубы затрубят, до флейты засвистят. Беги, хватай знамя и встрой. Встроюй на марше за командиром твое место. Справ до слева идут музыканты. В бою вперед не лезь, но не отставай. Твое дело знамя держать, чтобы все видели. Абшеронцы идут. Сижу, глотаю кипяток, слушаю поучения, а самому спать хочется. День рождается хороший. Ветерок тихий и теплый. Солнышко ласковое поглаживает лицо нежаркими лучами. В полдреме дед привиделся. Сидит на стуле на кухне. В руке пирожок, в другой чашка. Смотрит и смеется. — Эй, да ты совсем сомлел, братец? Иди-ка поспи. А посля продолжим, — говорит. — Деда, — отвечаю, — не могу я спать. — А как ты здесь оказался? Да еще на стуле. Дед руку протягивает, а пирожка-то в руке уже и нет. Слопал. За плечо меня теребит. Открываю глаза. А это Иван Зорин. Легонько мне плечо теребит. — Стопай в палатку, — говорю. Поспи чуток. Когда еще придется? Иду в палатку. Нахожу свободное место на камышовой подстилке. Засыпаю сразу. И тут же, просыпаюсь, загрохотали пушки. Эту команду еще отдал приказ полить из всех пушек по крепости. А орудий у нас был числом более шестисот. Вокруг крепости и на судах Черноморской флотилии. Турки начали отвечать. Полетели ядрой в нашу сторону. Но долго турки стрелять не стали. Берегли заряды. Но усталость такая, что даже при таком грохоте глаза слепаются. Повернулся на другой бок и опять заснул. Сквозь сон слышу. Кроме грохота орудий новый звук. Звон, но не колокольный, а котловой. Повар-никонор по котлу поварешкой стучит. Обед готов. А ну, подходи, войск царева, кричит. Выхожу из палатки, а там уже очередь к котлу. Кто котелок протягивает, кто кружку большую кованую, а кто и настоящую фарфоровую тарелку с чьими-то вензелями, добытую где-то в Европе. У меня свой котелок солдатский. Подарок деда. Если бы немного подсолить, да маслица добавить, было бы вкуснее. Ко мне подсел Иван Зорин. Достал из-за пазухи сверточек. Развернул. Ба! Соль! Щепотку мне бросил. Себе посолил. Не пожалел. А ведь соль в эти времена в большой цене едим. Ну-ка, корлы, каша удалась? Это Александр Васильевич Суворов подошел. Без шинели, камзола, в рубахе. Легкий ветерок треплет седые завитки. Все вскочили. Удалось, ваше высокорудие! Смеется молодой мушкетер. Каш с мясом. Был бы слаще, если б мясо с кашей. От, молодец! Похворил Суворов мушкетера. Садитесь, ребята. А меня накормите? Никанор засуетил. Сюда стал красивую супницу, насыпал каши с горкой. Суворов принял тарелку, застучал деревянной ложкой. В это время появился адъютант полковника. Знаменщика Соловьева, его высокорудие, командир полка к себе требует. Я поднес, отдал котелок Зорину. Погоди-ка, кадет Соловьев, попросил Суворов. И я с тобой пройдусь. Идем с Александром Васильевичем. Зорко по сторонам смотрит Суворов. Иногда останавливается. Оглядывается на Измаил. Заходим в штабную палатку командира Абширонского полка. Полковник сидит на походной кровати. Смотрится в маленькой зеркальце. Царапает щетину на левой щеке. Суворов кладет мне руку на плечо. Подносит палец к губам. Молчи, мол. Знаменщик? Спрашивает командир. И я с ним, говорит Суворов. Полковник. Вскакивает. Растерянно хватает шляпу. Полно, полно. Дмитрий Иванович, успокаивает Суворов. А побриться не мешало бы. У тебя поручение к знаменщику? Ознакомиться и в списке полка внести. Но это успеется. Отпусти мне его на час. И вот мы опять в самой главной штабной палатке. Александр Васильевич Суворов скинул китель. Остался в белоснежной рубахе. Опять положил передо мной лист бумаги, перо и поставил чернильницу. Пиши. И сей приказ написан мною. Храбрые воины. Приведите себе в сей день на память все наши победы. И докажите, что ничто не может противиться силе оружия российского. Нам предлежит не сражение, которое бы в воле нашей состояло отложить, но непременное взятие места знаменитого, которое решит судьбу кампании и которое почитают гордые турки неприступным. Два раза осаждала Измаил русская армия и два раза отступала. Нам остается в третий раз или победить, или умереть со славою. Мчатся ординарцы, адъютанты, посыльные по бригадам, полкам и батальонам с приказом Суворова. Водушевляются солдаты и офицеры. Наконец-то штурм, штурм! Суворов меня отпустил, и я прибежал в свой бивак. Окружили меня офицеры и солдаты. Что, командующий, правда ли на штурм рубах чистые надевать? «Надевать! Штурм! Сигнал! Три ракеты!» Суворов поручил командовать нашей первой колонной генерал-майору Львову Сергею Лаврентьичу. На пушке все грохочут. Тысячи ядер и гранат летят на стены Измаила. Рушатся высокие валы, повреждаются бастионы, появляются бреши в стенах неприступной крепости. Везувий пламени зрыгает, столб огненный во тьме стоит, Багрово-зарево зияет, дым черный клубом вверх летит. Бледнеет понт, ревет гром ярый, ударом вслед гремят удары. Дрожит земля, дождь искр течет, клокочут реки рдяной лавы. О, Рос! Таков твой образ славы, что зрел под Измаилом свет. Гавриил Державин. Ода на взятие Измаила. Субтитры создавал DimaTorzok